здравствуйте дорогие садоводы любители сегодня 13 марта 2021 года вот казалось бы уже середина марта должна быть весна но у нас еще никаких признаков нет сегодня ночью нас было минус 27 градусов мороза но одно радует что у нас такой вот достаточно толстый снежный покров где-то до полтора до двух метров даже некоторых местах все розы под укрытием будем надеяться что они призимуют хорошо то есть в этом году у нас такая очень сложный лютая зима можно сказать было это 48 градусов у нас несколько дней было 30 36 давно таких морозов уже не было все-таки будем надеяться что все будет хорошо так вот хотела показать посылку из интернет-магазина подворье упакована как всегда все хорошо это за этих благодаря вот этим шариком по коробке ничего не трясется не разбрасывается эта посылка большинство у меня с препаратами от болезней от вредителей и одна роза роза была замотана в такой материал и как ни странно всего одна роза ну потому что в этом году все так подорожала в подворье в других магазинах я как будто опоздал лишь и которые роза представлена тополовича по более-менее такой цене либо же не было в наличии либо они у меня уже есть вот эта роза мне понравилась за ее красный цвет цветочки не простые вот по youtube и посмотрела как она цветет мне очень понравилось ну то есть есть еще немаловажно характеристики и что устойчивость к болезням и награды медали какие-то она тут вот имеет не зря наверное присваивается вот этот знак очень понравилась она мне так что я буду сейчас не делать вот я качество вот посмотрите вроде все нормально пучки только еще проснулись сейчас я просто одену ее пакет завяжу и положу в холодильник ну кто-то спорит что в пакете задыхается кто-то газеткой заворачивает ничего мне не задыхается не плесню это просто не через некоторое время я достаю и проверяю чтобы не было конденсата одевая либо свежий пакет либо вытираю опять натягиваю уже и лежат потому что весна у нас мне кажется еще месяца два полтора это уже точно высаживать ничего нельзя будет горшки заморачиваться не хочу но если конечно некоторых вот небольшие заказы можно горшки посадить но это мучиться опять всю эту грязь разводить я не хочу я уже несколько лет сохраняю так пакеты в холодильник на нижнюю полку вот еще много спорит нужно поливать розы или не нужно я вот во первых оцениваю качество вот это посадочного материала то есть берете в руки щупаете вот это субстрат если он холодный и тяжелый значит он достаточно влажный и ничего с ним делать не надо но если он легкий и теплый значит земля там сухая и обязательно нужно поливать из-за чего из-за того что там сосущие корешки образуется и роза чем-то должна питаться я даже вот некоторые саженцы когда приходил у меня вот те года этот пакетик снимала и большой иголкой из-под системы из-под крови пускал туда несколько шприцов но немного везде должна быть золотая середина и также вот сюда потихоньку так саженец ставите опускаете вода впитывается но опять-таки нужно везде соблюдать норму то есть не долить и не перелить и тогда все с розы будет хорошо ну так вот качество не знаю мне это половичей нравится сколько приходили вроде пересорта не было ну бывает уж совсем иногда уж не без этого также в каталоге я вот никогда чуть не обращала внимание что у них там вот такой большой выбор этих удобрений всяких там вот этих вот препаратов это обратила внимание на серебромедин этот биопрепарат то есть от почитала здесь вот от ржавчины ну от всех от полезней мне самое главное интересует парша и мучнистая роса потому что у меня вот груша есть в саду ей 7 лет и она три года болеет этой паршой откуда она прилетела неизвестно не было мне до этого вот в один год я потеряла весь урожай и поэтому часто с ней борюсь на конечность такой прогрессии нет как первые когда она все-таки вот груши висят и когда при полной спелости не падают на землю если просмотрел то на второй день уже там появляется пятнышки то есть от парши не так просто избавиться это все вот это неприятное зрелище рядом еще яблони растут так что нужно бороться что понравилось мне в описании что биопрепараты не накапливается не в земле то есть даже вот если они попадают на землю там они какие-то вот такие благоприятные действия оказывают не в земле не в плодах не в дереве не накапливается само в растении то есть что не скажешь про химикаты и поэтому споршо очень трудно бороться да и со всеми вот этими грибными болезнями поэтому хочу попробовать здесь вот испытать то есть есть просто какие-то наночастицы серебра и меди может это новые технологии конечно не знаю сколько лет он на рынке этот препарат мы будем использовать посмотрим на результат также вот клещегон купила потому что вот ну клещ иногда вот так бушует что вот ягоду уже можно сказать скоро собирать а клещ там прямо никакого покоя не дают все портит и поэтому тоже взяла вот этот супер клещегон биопрепарат до этого использовала фитоверм фитоверм что-то мне не очень нравился также вот эти вот почитала я хомоксил просто мне на розах в том году вот это серый гниль было у нас в поселке не бывает таких препаратов есть обыкновенный хом оксихом вот оксихом в том году делала обрабатывал вроде понравился вот этот более мощный препарат то есть у него и срок ожидания побольше и то что вот мне понравилось в описании что он разрешен в теплицах теплицы тоже у меня клещ в этом году наведывался на огурцы я не знаю после теплой зимы что-то вся зараза это обострилась я обрабатывала из он профи профессиональными препаратами но там же тоже вот одна химия это все накопляется земле то есть ну как бы вот это можно конечно сначала сезона а потом уже на биопрепараты переходить чтобы уже не навредить не себе в первую очередь не растение на этом не для винограда тоже иногда просто открыла каталог и посмотрела дом чтобы за пересылку платить уже один раз нужно все набрать чтобы жил это пришел сезон вышло все уже под рукой также деньги потратишь когда будешь ездить в магазин хоть по одному покупать чтобы не было такого что-то надо пошла взяла и все вот этот препарат очень хвалили тоже по youtube смотрел у девочек от лет белокрылки то есть нужно покупать чтобы как бы чередовать чтобы не было привыканий и поэтому набрала на целый сезон там не еще и зон профи осталось некоторые то есть буду чередовать вот так вот все люди хорошо дошло будем ждать весну будем испытывать на на частицы помогут они не помогут какой результат будет посмотрим всего доброго до свидания